Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я хочу поговорить немножечко о Эмильяне, нашем Пугачёве. Ну, вообще-то, у нас о нём есть пара записей, уже относительно давних, годичных, полуторной давности. Ну вот, просто сейчас попала в руки книжка писателя Алексея Иванова. Вилы, так сказать, с подзаголовком «Пройти тропами бунта» значит понять историю Пугачёва. Ну, напомню, что Алексей Иванов – это довольно талантливый писатель. У него известные романы есть, он сам родом из Перми, или, в общем, откуда-то оттуда, из-за Уралья. У него вот роман «Сердце Пармы», такая как бы историческая фэнтези о вагулах и о древних князьях. У него есть вот такие вещи, как географ «Глобус пропел» и «Блуда и муда». Вот был даже по географу фильм «Схабенский» главной роли. Вот, то есть он работал учителем, он свой опыт, так сказать, перенёс в литературу. У него есть всякие, так сказать, ужастики. Такой довольно многоплановый писатель, хотя ранние вещи мне его больше нравились, чем более поздние. Ну, когда он стал писать о том, о чём, в общем-то, не очень имеет хорошее представление. Но, тем не менее. И вот любопытно было почитать, так сказать, о Пугачёве. Ну, вот, так сказать, как я понимаю, что у него есть какой-то диплом, там, связанный с культурологией. Это чувствуется, он говорит о культурной идентичности, о топологии пространства, вот, то есть таким как бы языком. И вот, собственно, говорит, что понять Пугачёва можно, поняв пространство идентичности. Там и было несколько идентичностей, допустим, казацкой, идентичность там башкирской, идентичность там крестьянской, идентичность рабочих там на Урале. И вот, соответственно, как всё это происходило. Ну, идентичность, это, конечно, хорошо, но идентичность, она была и до Пугачёва, и после, а бунт-то был только при нём. И так мы волей-неволей скатываемся, так сказать, к личности Пугачёва. А это тоже не совсем правильно, ибо, как мы уверены, историю делают не массы и не личности, а структуры, группы людей, в определённом образом связанные, да. Но не все. И вот там, значит, по сути, получается, что вот был некий запрос на бунт в разных слоях там, ну, по-разному. А пришёл Пугачёв и дал свою идею, так сказать, казацкой Руси, и она почти всем подошла. Вот, и казакам, естественно, подошла, и крестьянам, но рабочим, правда, не подошла. Правда, я могу сказать, что она и башкирам бы не подошла, потому что у них своя совершенно отдельная идея. Но это как бы автор не рассматривает. Вот, в принципе, вот что интересно. У него, по сути, всё распадается на кучу новелл. Он, как бы, вроде бы изучал, так сказать, не только архивы, но и местные, так сказать, места, там топологию. Ездил там, там много фотографий с этих мест, соценно, исторических каких-то памятников, там крепости, соборы, заводы. Да, и вот он пишет, что, вот, ну, это всем известно, был бунт, так сказать, яицких казаков против, так сказать, местных властей, против оренбургского губернатора. Бунт был подавлен, туда приехал Пугачёв, так сказать, сказал, здравствуйте, девочки, я ваш царь. И дальше пошло-поехало. То есть, понятно, что местные поняли, что он никакой не царь, но решили казаки использовать его, так сказать, в деле нового бунта. И вот, Пугачёв, правда, я вот сразу, когда начал читать, ещё сказал, что, ну вот, на кой фиг он попёрся на этот оренбург и потратил полгода на его осаду бессмысленную. Город не взяли, но даже если бы они его и взяли, а дальше-то что? Что бы это дал оренбург? Это вообще край России. Надо было идти на Москву. Но буквально несколькими страницами позже сам автор написал, что да, Пугачёв собирался идти на Москву, но местные казаки проявили круг и заставили, в общем, подправили его осадить оренбург. У них были личные счёты с оренбургом, они хотели его вообще снести как гнездо регулярства и прочего зла для них. Пугачёв ничего не мог тут как бы изменить, потому что реально казаки его держали. Даже вот, по-моему, генерал Бибиков, потом посланный как каратель, он написал, что Пугачёв это всего лишь чучело этих яйских казаков. То есть сам себе пустое место. Но это было не совсем так, пишет этот самый Иванов. И он говорит, что чем дольше шла осада, тем меньше влияние было яйских казаков и больше влияние самого Пугачёва. Степенно он, так сказать, из марионетки стал уже сам двигать всеми. Почему? Потому что к нему приходили всякие тёмные личности, типа там каторжников-хлопуши, типа каких-то там неудачников по жизни, которые хотели, так сказать, отомстить своему окружению. И вот он им всем надавал чины полковников, они бодро бунтовали, они знали только его, а яйские казаки им были по барабану. Вот. Ну, вот это как раз момент интересный, потому что что такое яйские казаки, в принципе, понятно. Что такое казацкое войско, с его историей, с его интересами. А вот что такое вот эти все мутные личности с уральских заводов там, например, или ещё откуда-то, с каторги. Это вообще не ясно, потому что, ну, хорошо, ну, был какой-то конторщик там, или там самый приказчик. Ну, 48 лет жизни задалась там, а кругом, так сказать, жируют господа, обидно. А тут как бы, о, Пугачёв взбунтовал, тоже собрал, а в атаку не пошёл грабить всех, так сказать. Благо солдаты куда-то ушли, начальство разбежалось. Всё понятно, но ведь это же, это же как бы человек потом берёт и организовывает, так сказать, целый полк потом там с артиллерией, со всем. Или, например, вот, пример ещё там был такой Белобородов. Вот, кстати, есть классная у самого же Иванова книжка «Золото-бунта», где вот постфактум там, так сказать, вот после Пугачёва там по тем местам ищут какие-то клады там. Там криминал, уголовщик, в общем, интересно. Детективный сюжет, 18-й век. Вот. Очень, надо сказать, кинематографичный писатель. Его хорошо класть было в основу фильма. Вообще, вся эта история вот этих вот земель, это замечательная почва для вестернов. Ну и, короче говоря, то есть вот Белобородов, например. Вот биография его замечательная. Человек был призван, так сказать, в армию, в артиллерию, служил там как рекрут. Где-то вот в районе, там, в Петербурге, там, где-то, там, не знаю, в Карелии. Потом ему служба надоела. Решил, так сказать, по нашим понятиям комиссоваться. Стал хромать на ножку. Его, так сказать, положили в госпиталь. Потом освободили от службы. Заметьте, сняли с него крепосты в зависимости, он был крепостной крестьянин. И даже выправили разрешение собирать милостыню. Но милостыню не собирал. Он поехал себе обратно. И там занялся торговлей медом, сотами. В общем-то, к 45 годам имел справный дом. А тут пришли, так сказать, пугачевцы, и он решил тоже стать мятежником. Ну, согласитесь, история странная. Ну, кого сейчас комиссуют, если человек хромает на ножку? Да всем плевать. А в те времена крестьянина, да, отправят, так сказать, домой, да еще вольные дадут. Ну, смешно же. Ему просто бытогов дадут и отправят дальше служить. То есть уже как бы непонятно что-то. Нечисто с этим делом. Но дальше он организовал целую воинскую часть у Пугачева. Целые полки, там, 2000 с артиллерией. Четкая организация. Ходили с троем. Какие-то ижорские, и воткинские заводы. Или ижевские. Да, где-то в районе ижевских все было. Вот. Ну, и там еще такие персонажи есть. То есть вот эти все люди, непонятно, откуда они берутся, непонятно, как они все организовывают. Ну, там такие самородки, да. Ну, что-то плохо верится. Вот. Дальше, значит, Пугачев торчал под Оренбургом. Потом, значит, наконец Оренбург отбили, так сказать, генералы царские. И он снял осаду, которая ему, в принципе, была не нужна. И уже пошел туда, на Урал, там, вместе с башкирами, там, мутить, там, где до него уже там тоже его атаманы окопались. Вот эти вот вышеописанные. Ну, в принципе, понятно. Ну, казалось бы, тут-то иди на Москву, раз ты хотел. Вот. Нет, вместо этого Пугачев начинает брать, так сказать, транжементы, то есть крепости, которые были по линиям. Ну, вот, как бы сказать, была Россия, с одной стороны, с другой казахские всякие степи. Там были всякие джунгары, казахи, там, другие племена, нагайцы в свое время еще. То есть это отделились полосой, как бы, с севера на юг, почти вертикально, так сказать, по, почти, так сказать, широтно. Полоса крепостей, через какие-то интервалы, небольшие крепости, вот, описанные по типу того, что в Капитанской дочке Пушкина. Это абсолютно бессмысленная крепость. Там сто инвалидов, там полтора ста инвалидов, сколько-то казаков, там, две пушки. И вот он начал эти крепости одна с другой брать, штурмом. У каждого, заметь, терял время. Некоторые даже взять не удавалось. Вот, зачем они нужны? Ну, ты собираешься идти на Москву, что ж ты перпендикулярно идешь по этим крепостям? Там добычи-то нет. Но потом все-таки собрался и ушел, так сказать, на Казань. Вот. То есть совершенно действия его непонятны, с одной стороны, а с другой непонятны. Вот, читаешь, непохожный крестьянский бунт. Бунт – это вот собралась толпа, так сказать, как бы разграбили, пожгли помещичьи усадьбы. Потом пришли солдаты, пальнули, все разбежались. Дальше кого повесили, а кого запароли. Тут как бы идут просто реальные бои местного значения. Но такие массовые с артиллерией сегодня и бой. То есть в течение двух-полутора лет сплошные бои. Я не знаю, этих боев там десятки, много десятков. Совершенно непонятно, откуда ресурсы и организационная такая у повстанцев сила и выучка. Ну и вот, что любопытно, что вот все-таки очень такой важный момент, о котором говорит Иванов, это то, что Пугачев разорил 50, около 50 заводов на Урале. А Урал, напомню, это была основная промышленная военная, как бы, кузнеца России. То есть военно-промышленный комплекс, по-третьему, был гигантский. И вот было порядка 100 заводов, 50 из них Пугачев разорил. И даже он издал указ «жечь заводы до почвы». То есть возникает такое крамольное суждение, что вот задача у Пугачева-то была не на Москву идти, которую он все равно бы не взял, а вот сделать отвлекающий маневр, посаждать все вот эти Оренбурги, крепости, транжементы, а тем временем привлечь к себе царские войска, а тем временем пустить атаманов, которые реальную работу сделают, то сделают такую диверсию, разрушат, так сказать, военно-промышленный комплекс Российской империи.